И снова здравствуйте, уважаемые друзья! Говорит и показывает Рупольдинг, четвертый по счету этап биатлонного кубка. Мы в прямом эфире на канале Матч ТВ. Я Дмитрий Губерниев. Еще раз всех с Новым Годом, с новым счастьем, с Рождеством! После того, как мы, увы, расстроились, глядя на выступления российских мужчин в спринтерской гонке, сейчас, вашему вниманию, наш телеканал предлагает женскую спринтерскую дисциплину. Дистанция 7,5 километров. Ольга Пачуфарова, Дарья Вероланин, Екатерина Шумилова, Татьяна Акимова и Екатерина Юрлова. Вот такой состав сборной России. Сейчас мы сделаем небольшую паузу, сразу после которой тренеры нашей сборной объяснят, почему так неудачно выступили российские мужчины в сегодняшнем спринте. Но пока верим в лучшую половину человечества. Мы продолжаем наш прямой репортаж. Через пару минут старт женской спринтерской гонки. Итак, у мужчин, короткий итог подведем. Шипулин 28-й, с двумя, минута 24 от чемпиона Йоханнеса Бео. Цветков 30-й, минута 26 с одним. Йоханнес 1-й, Тарья Бео 2-й, Мильхегли Свенсен 3-й, Мартен Фуркат 4-й. Рика Гросс на вопрос нашего корреспондента Илли Трифонова, почему мужчины выступили плохо, ответил, дескать, не наш день. Но ответственность и смелость взял на себя главный тренер Каспирович. Господин Каспирович отметил, что все-таки есть вина на этом выступлении, причем непосредственно тренерского штаба команды. Долго думали, стоит ли проводить скоростную специальную тренировку. Здесь уже в Рупольдинге или, может быть, в Хохфильцине на поступок к данному этапу. В итоге решили, ребят, поберечь. И вот этой как раз скоростной работы, не сделанной, не хватило для того, чтобы российская сборная сегодня выглядела здорово. Увы, так уж получается, что наши мужчины ходом проиграли и стреляли не самым лучшим образом. Но посмотрим, впереди еще очередные биатлонные баталии. Отмечаю, уважаемые друзья, что завтра две гонки преследования. Отмечаю, что послезавтра два масс-старта. И, разумеется, не забудьте в воскресенье наша программа «Биатлон» с Дмитрием Губерниевым. Дима Топачканов, массажист от Бога, прекрасный специалист, работающий с женской командой. Колдует сейчас над номером стартовым вместе с Дарьей Веролайнен. Итак, Ольга Подчуфарова, первая среди российских спортсменок, сегодня выйдет на дистанцию по третьим стартовым номерам. В первой же группе лидер нынешнего сезона Габриэла Саукалова, 13-й стартовый номер. Дальше вторая подгруппа, здесь две российские спортсменки. Дарья Вероланин, 33-й номер, и Екатерина Шумилова, 37-й. Татьяна Акимова, 61-й стартовый номер, и в четвертой группе Екатерина Юрлова, 96-й. Акимова и Анастасия Загоруйко присоединились к сборной команде после ижевской винтовки. Смотрелись там очень неплохо обе спортсменки, но вместе с Иваном Черезовым, Настей Загоруйко, кстати, она молодая мама, с чем я спортсменку ее супруга поздравляю. Так вот, вместе с Ваней она присоединится к основной команде на шестом этапе Кубка мира, опять-таки здесь же, в Руподинге. И на следующей неделе здесь пройдут индивидуальные гонки, гонки истафетные, и с общего старта. Яна Герикова, спортсменка из сборной команды Словакии, начинает сегодняшнюю гонку. 7,5 километров, три круга по 2,5 км, два огневых рубежа. Дратевир на ваших экранах. Прошла информация, что она приболела, но все-таки сегодня на старт спортсменка выйдет. Ироника Виткова под вторым номером уйдет на дистанцию. Кстати, Анастасия Кузьмина, представительница ныне Словакии, родная сестра Антона Шипульна, родила второго ребенка. И не исключено, что все-таки под занавес сезона Настя появится. Во всяком случае, она тренировалась и на ранних сроках беременности, ну и, собственно, потихонечку приходит в себя. Нам скучно без Кузьминой. Это совершенно понятно. Ну а теперь по третьим стартовым номером 23-летняя россиянка, лидер сборной, призер этапа Кубка Мира Ольга Подчуфарова выходит на дистанцию. Именно она, преодолев без штрафа гонку с общего старта в поклюке, принесла и себе любимой, и, конечно, российской команде первый подиум нынешнего сезона. Добыла бронзовая награда. Итак, посмотрим, что сегодня покажут Подчуфарова и остальная российская команда. Сейчас вот смотрю на процент попаданий в нынешнем сезоне у Подчуфаровой. Обращаю внимание, что совершенно фантастическую стрельбу она демонстрировала на лёжке 96%. Много хуже на стойке 82%. Посмотрим, как-то на сей раз. Фанни Хон Биркелан. Фанни Вэлли Странхурн вышла замуж за известного биатлониста. И вот сейчас 27-летняя спортсменка из Дилихаммера снова пытается закрепиться в основной сборной. Но, собственно говоря, ей это сделать удалось. С учётом того, что достаточно неплохо она выглядела в Хохфильдсене. Но вот дальше некоторые проблемы не позволили ей выступить на этапе в поклюке. Сборная команда Республики Беларусь. И здесь Надежда Скортина бежит под пятым номером. Тяжело приходится белорусской сборной. Пока подшефные Королькевичи выглядят не столь убедительно в отсутствии Дарьи Доброчевой. 15-й стартовый это Маридо Ренабер. Она стартует через минуту после Габриэлы Саукаловой. Представляете, как интересно, как плотно в этой группе. Лаура Дальмайер почувствовала себя не очень хорошо перед рождественской гонкой. Извинилась перед болельщиками. В итоге мы в Гизенкирхене не увидели Дальмайер. Но побыла на Рождество дома. Пришла в себя Дальмайер. И тренеры немецкой команды говорят, что сейчас она чувствует себя очень неплохо. Но как-то так поплевывает через плечо при этом, я бы сказал. Юлия Джима. Урош Велепец, наставник украинской сборной, говорил о том, что вся команда чувствует себя хорошо. И все болячки, вроде бы девчонки, оставили в прошлом 15-м году. Кстати, Вита Семиренко уже тренировалась с командой в Пакалюке. Но сам Велепец, наставник женской сборной Украины, отметил, что Вите будет очень сложно пробиться в команду. Хотя под задовый сезон они мечтают. Тренеры, я имею в виду, увидеть Виту в основе. Но сейчас достаточно плотные результаты украинки показывают. Лаура Дальмайер. Итак, еще раз, уважаемые друзья, этап из Аберхофа перенесен сюда, в Баварию, в Рупольдинг. Знаменитое место 78-го года. Собственно, самая заря кубковых соревнований. Здесь проходят биатлонные старты за большие хрустальные глобусы. Через 10 лет начали соревноваться здесь и женщины. Четыре чемпионата мира. Оп! И традиционный жест перед тем, как Габриэла Саугалова отправляется на дистанцию. Я думаю, что целую очередь выстраивается в чешской команде для того, чтобы проделать эту процедуру. Причем доверенно она, как понимаете, бывает не только с женщинами, но еще и некоторым мужчинам. Но для этого нужно быть, понятное дело, либо массажистом, либо тренером, либо врачом чешской сборной. В прекрасном настроении Доротея Вира. Вот посмотрите, на самом деле, вот то, что мы видим неоднократно или видели, скажем, у Магдалены Нойнер, у Мири Гёснер. В лучшие времена, так скажем, у той же Доротея Вира. С каким настроением девушки уходят на дистанцию. Это ведь тяжелая работа, труднейшая. Вид спорта такой вроде бы не женский, но тем не менее, каждый раз с улыбкой, каждый раз получая удовольствие. Итак, пока Дальмайер лучший разгон на 700-метровке. 2,5 проигрывает Ольга Подчуфарова. И, соответственно, километры 100 метров здесь Виткова. Первая секунду и 8. Достаточно скоростной чешской биатлонистке уступает Подчуфарова. Сейчас мы видим Мари Лауканин. В хорошем настроении финская команда. Мы, кстати, с финскими сборниками живем в одной гостинице. В Инцеле это рядышком с Ру-Польдингом. Там знаменитый каток. Это намоленное конькобежное место. Но от стадиона буквально каких-то 12 километров. Так вот, настроение финской сборной хорошее. Хайси сегодня мы ее видели на завтраке. И она ответила, что с оптимизмом смотрит на этот этап. Хотя, интересное дело, ей ни разу еще не удавалось здесь победить. Последняя российская победа, женская в данном случае. В 2011 году Ольга Зайцева выиграла здесь индивидуальную гонку. У мужчин, как я уже говорил и вовсе, эстафета была несколько лет назад победная. Но до этого момента личка удел Володи Драчева на чемпионате мира 1996 года, где мы всех победили. Итак, Габриэла Саукалова. 13-й стартовый номер. Именно она в рамке, в ранге и в рамках лидера общего зачета Кубка мира. 359 баллов у Габриэлы. На втором месте Мари Дуранабер. 345 очков. На третьем Франциско Хильдебрант. 307 баллов. Подчуфарова практически один ход показывает. С Вероникой Витковой перестрельбой секунду и три десятых. Дальмайер на отрезке километр 400 немножко выигрывает у Ольги. 3,6 секунды. Посмотрим, что будет дальше. Дратей Вирер. 700 метров плюс 3,8 отставания. Пока, во всяком случае, не самый блестящий результат. Стреляет Герикова. Любопытно, что здесь самые успешные биатлонистки, которые выигрывали свои награды в Рупольдинге. Левгред, Шелберт, Пуаре, Тура Бергер по 5 побед. 4 виктории у Форсберг, 3 у Нойнер, парочка у Доврачевой. У Медведцевой 2 победы, у Елены Головиной 2. У Светланы Парамыгиной 2, у Гали Куклевой 2. Парамыгина представительница Белоруссии. Ну и вот Саукалова тоже дважды удачно выступала здесь на этапе. Сейчас мы ждем, когда подойдет к стрельбе Ольга Почуфарова. Понятно, что спортсменки занимают те места на стрельбище, где пристреливались. И снова мы наблюдаем практически полное отсутствие ветра. Итак, первая Лешка Почуфаровой. Достойно, достойно, надежно, уверенно, как и на предыдущих рубежах. Еще раз я хочу отметить, что феноменальная процентовка у 13-летней москвички, одновременно выступающей еще и за Мордовию. 96% точных попаданий, только 3 промаха в нынешнем сезоне на Лешке допустила Ольга Почуфарова. И сейчас она отправляется в ранге лидера. И хочу отметить, кстати, что Мария Лауканен начала гонку очень быстро. Доротея Вирер идет в шестой. Пока километр 400. Там Вирер уступает 7,2 Дальмайер. Именно Дальмайер идет в лидерах, уважаемые друзья. Итак, сейчас мы ждем шестого номера сегодняшней гонки. Почуфарова уступает 6,7 секунды. В то время как Биркелан мы видим на глазах Устьяна Экхофа, наставника женской сборной Норвегии, промахивается один раз. Но вообще, если говорить про медали российские, женские, то, конечно, Ольга Ромасько здесь в Рупольдинге выигрывала золото в спринте на чемпионате мира. Ольга Мельник была второй в индивидуальной гонке. И Ольга Вилухина. Вспомните, 12-й год чемпионат мира, 3-е место. А Дальмайер мажет, причем первым же выстрелом. Как затих стадион и отправится бежать штрафной круг. Хорошо, что один Лаура Дальмайер. Гераль Хюник такой тихий, скромный. Я бы его так тишайшим назвал, как Алексей Михайловича царя. Так вот, этот тишайший тренер в немецкой бундескоманде обладает совершенно феноменальным авторитетом. Я никогда не слышал, чтобы он не то что голос повышал, а чтобы он хоть как-то, ну, внешне выражал какую-то нервозность. Не видел, не слышал этого. Фантастически одаренный наставник. И на протяжении очень многих лет он работает с немецкой сборной, еще и с Мюссигангом. Доверие полное у дочи Скивербанда, у немецкого лыжного союза. Джима! Не быстро начала Юлия сегодняшнюю гонку. И вот сейчас отставание говорит само за себя. И так, по Чуфарова, начало просто великолепное. И причем мы видим вот сейчас Габриэла Саукалова на отрезке километр 400 выигрывает у Дальмайер. Выигрывает всего ничего. Секунды одну десятую. И Сюзан Данкли. Сюзан Данкли, американская спортсменка, занимает четвертое место на том рубеже. 3,3 секунды проигрыш, уважаемые друзья. Тири Лекхов. Потрясающая косичка, симпатичная девушка. Она, правда, выступая сегодня под 22 номером, совершенно не может похвастаться впечатляющими результатами. В нынешнем сезоне, после того, как она дважды облизнула пьедестал, была четвертой пятой, и затем допустила серию ошибок, и подиумов нет. Дорен Абер. Километр 400. 6,6 отставания. Вот, кстати, посмотрите. По ходу на этом первом рубеже, я имею в виду, на первом отрезке, не стрелковом, 2,5 километра, вот насколько ходом здорово прошла этот участок Ольга Почуфарова на уровне лучших мировых образцов. Вирер. Точное попадание. И сейчас Доротея. Доротея, которая уступала 12,8 секунды перед стрельбой Саукаловой в данном случае, покажет очень неплохой результат. И фактически мы видим в одни ноги, одним ходом с Ольгой Почуфаровой идет она. 26 секунд Почуфарова. Между тем, на отрезке 3,6 выигрывает у Вероники Витковой. Но у Витковой был промах. Равно как и у Доротеи Вирер. У, прошу прощения, Лаура Дальмайра. У Вирера промаха нет 2,10. Юлия Джима 4,5. Кстати, уступает. И здесь я хочу сказать вам, что Джима компенсировала свой не самый блестящий ход сверхбыстрой отменной стрельбой. Давайте сейчас смотреть за лидером Кубка мира нынешнего сезона. И одновременно еще Габриэла Саукалова сегодня вышла не только в желтой, но и в красной форме. Она лучшая по итогам трех первых спринтерских гонок. Победа, восьмое место и пятое место. Но Хильдебранд дышит ей в затылок. Внимание, стрельба Саукаловой. Мне, кстати, процентовка выше даже на Алешке в нынешнем сезоне, чем у Почуфаровой. 97 процентов. 88 на стойке. То есть в целом стрельба стабильнее, солиднее. Ну и вот сейчас в данном случае, когда спортсмен готов, так здорово. Ой-ой-ой, балку-то не надо терять Габриэла. Ну не впервой. Вот такая забывчивость. И несколько драгоценных секунд Саукалова теряет. Вместе с инвентарем. Я хотел сказать, что когда спортсмен готов, во время его стрельбы можно хоть песни петь, хоть скороговорки говорить. Все одно будет здорово. Хотя до сих пор, кстати, знаете, встречаются уважаемые болельщики. Те, которые говорят, что комментатор все-таки должен молчать во время стрельбы. Особенно во время стрельбы своих спортсменов. Я стараюсь не обижать таких людей, как вы знаете. Но, тем не менее, все-таки свою работу делать нужно. Дорен Аберр. Давайте смотреть за двукратной чемпионкой мира. Франциска Хильдебрант, кстати, прекрасно под 17-м номером начала. 3,6 отставания от Саукаловой. Саукалова выигрывает у Почуфаровой 3,1 всего лишь. И Данкли. Данкли прошла отрезок без штрафа. 3,1 всего лишь. Представляете? Дорен Аберр промахивается один раз. И так бежит она штрафной круг. А мы, между тем, сейчас... Сейчас мы готовимся наблюдать за Почуфаровской второй стрельбой. Во всяком случае, Почуфарова весьма уверенно прошла относительно Витковой второй снежный или лыжный участок. Понятно, что немецкие режиссеры ведут сейчас Ильдебрант. Это спортсменков. Замыкает тройку лидеров Кубка Мира. За ней, кстати, Кайса идет. И начало весьма и весьма впечатляющее. А мы тем временем наблюдаем подход Почуфаровой и изготовку Почуфаровой. Не знаю, есть ли возможность показать нам эту стрельбу. Четыре выстрела точно! И пятый точно! Молодец! Почуфарова! Почуфарова это заявка! Это заявка во второй гонке подряд. И Франция Хильдебрант попадает. Ну что ж, ну что ж, Почуфарова сегодня посмотрим, как она пройдет последний круг. Но во всяком случае, я хочу сказать, что это заявка! Молодец Оля! Молодец Оля! Прекрасный результат на рубеже! И впечатляющее! скорости! Почуфарова! Это заявка! И все спортсменки выполняют. и все спортсменки выполнили ее. И все спортсменки выполнили ее. Состояние здоровья удовлетворительное, в смысле неплохое. Ну и, собственно говоря, сворачивать с намеченного пути не собирались тренеры женской команды. Хотя, сами понимаете, что вот и сегодня от отдельно взятой этой спринтерской гонки очень многое зависит. Потому что мы на унылом девятом месте в Кубке наций находимся. Там немки впереди, затем украинки и чешки. Мы только девятый и нам нужно очень серьезные позиции поправлять. Лаура! Скольких соперниц шпагой проткнула Лаура. Помните, берегите женщин. Но в данном случае, женщин, берегитесь! Потому что Лаура Дальвайер просто блестяще отрабатывает второй огневой. И вот, несмотря на промах, 5,7 отставание. От Почуфаровой было и сейчас 8-секундное отставание. И насколько быстрее? Насколько быстрее Дальвайер не только Почуфаровой, но и многих-многих других, естественно. Доротея Вирер. Вот еще одна опаснейшая спортсменка сегодня. 4,9 у нас отставание Доротея. И вот посмотрите, как киевлянка Джима попадает. Это ей сейчас нужно пройти несколько метров до контрольного отрезка, который на выходе со штрафного круга. Тирелеков. У нас Веролайнен на дистанции уже. Екатерина Шумилова отправится через 50 секунд. Тирель допускает один промах. Мы сейчас следим, следим за соперницами, а их хоть отбавляй. И ничего нельзя гарантировать, конечно. Но вот, пожалуйста, как отработала Дальвайер. Проходит габарит. Обратите внимание, на 7 часов. И еще один габарит на 9. Но как же ей везет. И еще один габарит фактически. Фактически уже на 3 часа. Разброс достаточно далекий. Но самое главное, что все мишени закрылись. Айда Дальвайер. Одные стены помогают. Ну а теперь Доротея Вирер. Вирер, которая подходила к своей стрельбе. Проигрывает 14-4. Знаете кому? Саукаловой. В 5 секундах от Подчуфарова идет знойная итальянка. Смотрите, какое оригинальное сердечко. Раскрашенное в цвета национального флага. Валентина Семиренко. Нет, не ее декабрь. Но тому объяснение масса. Два промаха, увы. Петгрушная, которая сдала после своего впечатляющего возвращения на стартовом этапе в Эстерсунде. Но, тем не менее, опять-таки скажу, что вся украинская сборная, по словам Уроша Великца, чувствует себя достаточно неплохо. Данкли перед второй стрельбой. Вирер отработала точно, но проигрыш есть. 4,7 под Чуфарова. Последний круг. Трудно, трудно. Мы видим, как трудно приходится под Чуфарова. И уже, конечно, откуда взять силы. Но, опять-таки, вот на последние спуски сейчас уходят спортсменки. Трасса была переделана в прошлом сезоне. А в этом году, в этом году последний подъем. Над ним колдовали организаторы, чтобы он был не такой опасный, как поныне. И, собственно говоря, удалось им это сделать. Габриэла стреляет. Но достойный процент у Саукаловой, мы это знаем. В стрельбе из положения стоя. Прекрасно. Стопроцентный результат. Меткий выстрел. Из Денеквиток сейчас сообщает всем необходимую информацию. После второго рубежа. Мари Лауканен. Плюс 40. И кто у нас там, Кайса, пока в тени находится? Кайса находится в тени. Но это зря ее упустили режиссеры трансляции. А ведь она подходила с пятым результатом к стрельбе. А сейчас идет четвертый. Плюс 2,5 от Саукаловой. Ох, как плотно сегодня борются девушки. Сюзан Данкли. Пока американка один раз промахнулась. Но согласимся, что ее форма впечатляющая. Что пока что она на родном североамериканском этапе. В Прескайле или в Генморе, скажем. Молодцы, молодцы американцы. Мы знаем, как им трудно. И, в общем, конечно, пока нет таких серьезных результатов. Зачастую летом приходится работать. Зарабатывать деньги для того, чтобы дальше жить в Европе. И в этом смысле, конечно, российские спортсмены гораздо в более тепличных условиях находятся. Но не всегда удается реализовать. Чтобы вырасти в такую теплую в этом парнике, в этой теплице. В теплую, хорошую, красивую помидорку побед. А между тем, вот что значит западение скорости у Ольги. На отрезке 6.4. Дальмайер впереди. Но сейчас Почуфарова отработает последние метры. Ольга потерпеть. Молодец, молодец. Как трудно. Посмотрите, лежит. Без сил. Виткова и Почуфарова. И мы скажем Ольге спасибо за эту гонку. Но все только начинается. Франциска Хильдебрандт. Там Сулкалова первая. Какая у дам конкуренции Франции. Не трогнул ни один мускул. Ни одна ресничка. Молодец. Да, конечно, с такими результатами шансы на призовое место Почуфаровой дают. Это понятно. Но завтра-то ведь пасьют. И в любом случае рядом будет находиться, рядом будет находиться наша спортсменка. Вероланин. Ну, Вероланин перед первой стрельбой, увы. 33-й стартовала. И последний идет 24.8. Пока никак не получается. Совсем не получается у Дарьи. Внимание перед финишем. Дальмайер уже 10 секунд у Почуфаровой выигрывал. Это с кругом-то. С кругом. Но какая форма у Дальмайер. Пропустив, сославшись на усталость, на последствия болезни, рождественскую гонку, Дальмайер все делает для того, чтобы немецких болельщиков порадовать. Лаура Дальмайер. Это фантастично. Вероланин на стрельбе. Первый выстрел точно. Второй закрывает. Третий мишень точно. Четвертый точно выстрел. И 5 из 5 кладет Вероланин. Молодец, Даша. Но, как мы видим, уже отставание будет достаточно приличным. Конечно, стрелковая работа. То, над чем прежде всего трудились спортсменки. И опять-таки, специально тренерский штаб. Тут Коновалов-то сам по себе тренер по стрельбе очень неплохой. И нужно было испробовать различные стрессовые варианты. Потому что, и мы помним, как в Тюмени, в катке заключительной, и, собственно говоря, на других тренировочных сборах, опять-таки, в тепличных условиях, относительно тепличных, несоревновательных, девушки наши выглядели здорово. Но потом соревновательный стресс брал свое. Джима проиграла под Чуфаровой. Причем, мы видим, финишный отрезок проиграла по всем статьям. Ольга пока идет второй. Но там Хильдебрандт выигрывает достаточно много. И Сукалова выигрывает много. Это вот тот самый спор. Между Сукаловой и Хильдебрандт 4,5 секунды за 2 километра до финиша. Сейчас мы видим, как Тирель Экхов завершает свой второй круг, проигрывая 21 секунду. Это говорит нам о том, что в целом функциональная готовность спортсменки на неплохом уровне. Посмотрим, что еще Кайса покажет. Кайса 5,6 проигрывает перед второй стрельбой. Любопытно, что единственная победа была у Кайсы Варис в свое время. Но ее дисквалифицировали пожизненно. Но от Рупольдинский спринт из-за протокольных формальностей эту победу отобрать не удалось. А иначе, кстати, золото перешло бы к Светлане Слепцовой. У Кайсы нет ни одной победы здесь. И вот Вирер. Вирер на финише не совладала со скоростью. И проиграла 0,02 секунды под Чуфаровой. Вот это борьба. Шумилова стреляет. Внимание. Молодец. Молодец, Екатерина. Браво. Но пока еще, впрочем, повременим. Итак. Вероланин, 19-е, 18,6. Как бы нужно девонькам в нашем сегодняшней гонке поплотнее. Для того, чтобы в Кубке наций подтянуться. Подтянуться. К лучшим образцам мирового биатлона в борьбе за максимальную квоту, которую мы потеряли. Хильда Фене промахивается дважды. И вот сейчас, сейчас мы будем ждать. Мы будем ждать финиша Габриэлы Саукаловой, которая упрочила свое преимущество в отношении Дальмайер. Но, впрочем, как сказать упрочило? Отнюдь. Проигрывает. Боже ты мой. Ну, казалось бы, отрезок прошла здорово. Неужели? Первая 2,5. Посмотрите, какое было западение скорости. Почему я так говорил? Третий участок. 6,4. Они, казалось бы, шли в 10-8 секундах. Затем перед финишем это преимущество сумело сохранить. До этого растеряв Габриэла Саукалова. Но потом на последнем отрезке очень здорово потерял. И кальца попадает. Далеко не в каждой гонке такое бывает, что Макаралин сладила со стрельбой. Но тоже одна из причин не самой ловкой стрельбы вообще в карьере кальца. Она же ведь из лыж пришла в биатлон. И пришла очень поздно. В 20 лет. И в нынешнем сезоне, сохранив кондиции, конечно, в стрельбе нужно прибавлять. Но вот сегодня не столь быстра она в гонке. Но потрясающе отработала на рубеже. Итак, Почуфарова на третье место переходит сейчас. Габриэла, какая трудная сегодня гонка. Какая трудная дистанция. Два с половиной километра круг. Три фантастических подъема и спуска здесь. Причем начинают так на легкие пупыречки. Более-менее поравнее. Высота чуть выше 700 метров над уровнем моря. Данкли финиширует. Ну а потом, потом уже самое трудное. Анастасия Дуборезова после первой стрельбы. 8,6 проигрыш. Девятый результат неплохо. Шумилова, кстати, несмотря на хорошую стрельбу, 21 секунду проигрывает. Пока 23-я. И посмотрите, это француженка. Дорен Абер. Но с двумя промахами. Неоднократная мировая чемпионка проиграет. И причем проиграет довольно много. А у нас, уважаемые друзья, сражение между Сукаловой и Франциской Хильдебранд. Хильдебранд просто невероятно промчалась. Вот этот последний отрезок. И она уже практически сравнялась и выиграла. Три десятых. Три десятых у Сукаловой. Вот это Хильдебранд. Ожидал ли кто-нибудь несколько лет назад, что скромная немецкая девчушка сможет вот так ракетой носиться? Лисичкой немецкой в поисках добычи. Феноменально, Франции. Я очень люблю Хильдебранд. И не стесняюсь в этом признаться. Она большая. Молодец. Учится в магистратуре. Прекрасно училась в школе, в институте. Все с успехом умудряется совмещать. Доказывая, что талантливый человек в спорте в учебе преуспеет тоже. Как в свое время Валерий Попенченко, друзья. Поэтому, уважаемые родители, не верьте своим отпрыскам, кто говорит, что детский спорт и учения несовместимы. Попенченко, обладатель приза Вэлла Баркера, олимпийский чемпион. Потом кандидатскую писал. Я сейчас боюсь ошибиться, но что-то на тему вентиляции в подводных лодках. Ни много, ни мало. Олимпийский чемпион по боксу, увы, трагически погибший. В рассвете своей преподавательской деятельности Валерий Попенченко. Жестин Броза. Это тоже, кстати, заявка, но сейчас мы видим, что заявка все-таки на борьбу за десятку. Почуфарова сегодня четвертая. Почуфарова сегодня четвертая, но согласимся, опять-таки, что эту гонку Ольга явно занесет себе в актив. Завтра четыре рубежа и десятикилометровый пассьют. Пока четвертая, впрочем, скажем так. Хильдебрант три десятых выиграла у Саукаловой. Дальмайер с промахом. Две целых и восемь десятых проиграла Хильдебрант. Доротея Верер, две десятых проиграла Почуфаровой. 13 секунд с небольшим проиграла Юлия Джима Почуфаровой. Дорен Абер с двумя. Дарья Веролайнен. Давайте посмотрим. Семнадцатая подходила. 33 секунды проигрыш. Франциски Хильдебрант. Молодец! Молодец, Веролайнен. Но отставание, конечно же, будет большим. И, впрочем, сейчас самое главное было совладать со стрельбой. В этом компоненте отработать понадежнее. Молодец, Дарья. Итак, давайте смотреть. Борьба за десятку. Петгрушная, кстати. Молодчина Петгрушная. Второй огневой рубеж. Оставляет украинку россиянка на девятом месте. 31 секунда проигрыш Веролайнен. 32 отставания украинки. Ванесса Кинц с одним промахом. У Ленфиалкова тоже с одним. 13-й результат после второй стрельбы. И, внимание, уважаемые друзья, у нас готовое интервью с Ольгой Почуфаровой. А мы сейчас наблюдаем, как Кайса Макаранин стремится. Давайте подождем пока 4,3 десяток. Если есть возможность, во всяком случае, 5 секунд. Посмотрим, какая отсечка у Кайсы. Она ведет борьбу сегодня за победу. Но все-таки полагаю, что спецэффектом можно будет проследить за финишем Макаранин. И, конечно же, интервью Ольги Почуфаровой. Почуфаровой Денис Левков работает наш специальный корреспондент. Да, Дим, спасибо. Ольга Почуфарова рядом со мной. Оль, почему-то выглядите не очень довольны. Расскажите, как впечатления в целом после трассы? Нет, я не довольна. Пробежала 5 минут назад гонку. Финишировала. Еще даже отдышаться не успела. Нет, как бы не сложилось. Сейчас гонка еще идет. И сейчас я думаю, что при хорошем исходе, а если будет, если я скажу, что останусь в шестерке, как бы гонка не закончилась, я думаю, что это была хорошая для меня гонка. Самочувствие, уже ощущения в организме абсолютно несравнимы с тем, что были в декабре. И чувствуется какая-то мощность в движениях. И стрельба сложилась опять-таки. Поэтому, каким бы ни был исход, я буду довольна сегодняшней гонкой. А вот про стрельбу чуть поподробнее. Я так понимаю, это лучшая стрельба у вас в спринте в этом сезоне. Что сыграло роль? Почему так вдруг пошло хорошо? Ну, это не вдруг. Это скорее те соревнования, когда она не шла. Это было каким-то таким исключением или недоразумением. Потому что я уверена, на самом деле, в своей стрельбе. И знаю, что способна в каждой гонке стрелять на ноль. Как-то, может быть, мысли в кучу собрались. И в чем-то, наверное, в моем сознании ключевым, наверное, моментом был третий рубеж в Мастарте, в факлюке, который мне очень тяжело дался, но благодаря которому я поняла, как справляться в сложных ситуациях. Оль, ну и последний вопрос. Как трасса после мужчин не сильно разбита? Нет, стоит отдать должное организаторам. Они сделали все возможное, чтобы она сохранилась. И я не знаю, конечно, как будет в последних номерах, но первый круг и последний круг, который я бежала. В принципе, разницы не было никакой. Спасибо. Да, вот такая сегодня гонка. Мириам Гёстер на ваших экранах стартует. Спасибо Ольге Почуфаровой. Спасибо. Она сегодня совсем рядышком с пьедесталом. И еще одна очень хорошая почуфаровская гонка. Посмотрим, что покажет Гёстер на финише. Кайса не смогла опередить Хильдебранд и Саукалову, но сумела на полсекунды все-таки отодвинуть на четвертое место Лаура Дальмайер Почуфарова. Пятая Кайса по-прежнему никак не может выиграть здесь в Рупольдинге. Но то, что сегодня с нолем, вы посмотрите, уже Франциско Хильдебранд на равных борется ходом с Кайсой Макаранин. Год назад этого невозможно было представить даже в самых смелых мечтах. Но это происходит. И у женщин, конечно, борьба за глобус в отсутствии Доброчевой. Она приобретает особый шик и особый смысл. Да, вот уж интересно. Ну а пока Вероладин восьмая после второго огневого рубежа. И сейчас Шумилова подходила девятнадцатой перед второй стрельбой. Один промах, увы, допустила Катя. Минута ноль две. Отставание. Двадцать третий результат. Но согласимся, что не безнадежно. Все же Томаш Сикора, чемпион мира, олимпийский призер, который нынче работает уже с основной польской сборной. Ну что ж, уважаемые друзья, сейчас сделаем паузу. А дальше следим за выступлением Татьяны Акимовой. Ну и в последней группе чемпионка мира Юрлова убежит под девяносто шестым номером. А всего сегодня девяносто восемь человек. Ну давайте посмотрим за тем, как Итка Ландова отработает на первом огневом. Пятьдесят восьмой номер в сегодняшней гонке. Но впрочем, давайте пока не будем паузу делать. Прямой эфир. Ибо совсем скоро подойдет Татьяна Акимова. Тринадцать и восемь десятых отставаний перед первой стрельбой у Акимовой. Двадцать четвертый результат. Два промаха у чешской спортсменки. Тоже все не густо с точки зрения результата. Жюстин Браза на финише. Ландова два круга по сто пятьдесят метров берет на себя. Неудачно стреляет Зина Кочер из Канады. Итак, уважаемые друзья, сейчас мы наблюдаем за тем, как будет подходить к рубежу Татьяна Акимова. И, кстати, тут еще последний круг на отметке шесть и четыре Веролайнин. Впервые в нынешнем сезоне Веролайнин борется за десятку сильнейших. Перед финишем на последнем отрезке Даша идет десятой. Рядом с Витковой. И вот она там появилась. Веролайнин на финише. Российская команда. И есть шанс, чтобы сразу две наши спортсменки были в десятке сильнейших. Или во всяком случае мы смотрим за Веролайнин. Результат Сьюзен Данкли и в десятке. В десятке. По крупицам. Анфиса Анатольевна. Еще всех победим. Я Хрестцовой обращаюсь. И Акимовская стрельба. Акимовская стрельба. Молодец. Молодец Акимова. Показала себя на ижевской винтовке на Кубке АБЮ. Итак, сейчас мы посмотрим, с каким результатом Акимова уйдет в эту гонку. Но опять-таки, опять-таки мы наблюдаем. Наблюдаем восьмой. Результат Акимовой. 7,6 секунды. Ну что ж, вот они новогодние каникулы. Где тренеры вдохнули жизнь в женскую сборную России. А я, признаться, в этом ничуть и не сомневался. Хинц. Тринадцатая. Паузу сделаем. Паузу сделаем, уважаемые друзья. Остаемся на матче. Шумилова на финише. Мы видим. 23-й результат с одним-то промахом. Почуфарова 5-я. Вероланин 10-я. 23-я Шумилова. Там Акимова и Юрлова. Ну что, женская команда. И у нас интервью с Вероланин, которая впервые в нынешнем сезоне зашла в десятку сильнейших. Молодец. Даша стреляет в Кёснер и говорит в прямом эфире Дарья Вероланин. Да, Диана. Рядом со мной. Я думаю, настроение после такой стрельбы должно быть хорошее. Как оцениваете свою гонку? Да, спасибо. Сегодня настроение, правда, хорошее после этой гонки. Я очень рада, что справилась со стрельбой. Да, возможно, не показала хорошие ноги, но все же это большой шаг вперед. Ну вот мы поняли, что Оля Почуфарова, судя по переговорам, устала ближе к финишу. Вы в какой-то момент почувствовали усталость, напряжение? Ну, для меня первый круг был хороший, а потом два остальных были тяжеловатые. Ну, я не скажу, что прям, но совсем умерла. По прошлым сезонам мы знаем, что есть каверзные места у этой трассы. Вы какой-нибудь поворот опасный заметили? Предосторожности где нужно соблюдать? Ну, на самом деле, каверзный, наверное, поворот был на самом дальнем спуске, где в прошлом году, по-моему, кто-то из норвежцев упал. Вот. Но, в принципе, сегодня трасса была хорошая. Я не скажу, что где-то какие-то ледовые участки были, где можно было упасть. Ну, я не могу не спросить, девушки говорили перед Рождеством, будете гадать. Гадали? И как? Нет, на самом деле, была потом с утра тренировка, и 12 не спать, это не по нашему расписанию, извините. Но очень хотелось. Но, к сожалению, наверное, больше хотелось тем девчонкам, которые еще не замужем, там приворожить принца, может быть, на белом коне. Но, к сожалению, мы спали. Спасибо большое, Дарья Вероланин, была рядом с нами. Дима, тебе слово. Кстати, посмотрели, конечно, начало богослужения обязательно. Спасибо огромное, Дарья Вероланин, за эту гонку. Татьяна Акимова. Несколько позиций потеряла Акимова, вышла замуж. Он же за известного биатлониста в девичестве Семенова. Поступает за Чувашию. Ее личный тренер Акимов, однофамилица. И я хочу отметить, что сейчас, совсем скоро, Акимова подойдет к стрельбе. Дёстер прекрасно начала сегодняшнюю гонку, но допустила промах. Вероника Новаковска-Жемник. Еще, кстати, один полиглот мирового биатлона. Но мы знаем, как охотно. Особенно это касается девчонок. Девчонок учат многие языки. И Новаковска, она и по-русски прекрасно говорит. Учит немецкий, английский, итальянский. И, в общем, тот самый человек, который каждый раз не останавливается на достигнутом. Она, причем, хочет быть лидером не только в сборной. Зачастую это удается. Вспомните, как прекрасно в конте у Лахти она выступала. Но и, разумеется, быть первым, как говорится, в учебе и в работе. Сейчас посмотрим аналитику. Аналитику, где лучший ход у Дальмайер. Причем она растерзала всех соперниц просто. Но это понятно, то, что мы видели с одним промахом. 17 секунд отставания Хильдебранд. 17 секунд отставания Саукаловой. Кайса проиграла 20, Эхов 20, Торанабер 31, Виткова 36, Почуфарова. Десятый ход, 51 секунда отставания. Вероланин минута 10, 26-й ход Шумилова минута 14. Но здесь нам, конечно, хотелось бы несколько иных величин. Но все-таки, с учетом того, что справилась львиная доля сборной, будем так говорить, со стрельбой. Но посмотрим. Впрочем, о львиной доле, наверное, я погорячился, говоря. Потому что тут еще Юрлова. Будет стартовать буквально через 5 минут. Там Луиза Кумернемка, там Бурдыга Украинка. Ну, в общем, ожидает нас, я думаю, не менее жаркий финиш еще и четвертой группы. Но вот сейчас, посмотрите, Мири Гёснер. Много испытаний выпало. Когда упало с велосипеда, фактически, 4 позвонка. Там были серьезные переломы, в том числе и стрельба Акимовой, уважаемые друзья. Эх, промахивается. Ну что ж, один промах Акимова допускает. Но вот сейчас маленький штрих и не более того. Комментаторы на стадионе. Подошла Мири Гёснер. Абсолютно гробовая тишина. А сейчас, в момент стрельбы Акимовой, девушка пыталась эту самую стрельбу, как вы слышали, комментировать. И при этом, разумеется, упоминать фамилию спортсмена. Ну, если чемпион настоящий, то с этой нагрузкой дополнительной, безусловно, он справится. Акимова пока справиться на 100% не сумела. Но потенциал чувствуется, уважаемые друзья. Посмотрим, что будет после того, как она преодолеет штрафной круг. Луиза Кумер, 91-й стартовый номер. В последней группе под 90-м номером Бурдыга убежала. Здесь же, кстати, 86-й номер. Бывшая тюменская российская спортсменка Кристина Ильченко убежала в гонку. Нынче она представительница Республики Беларусь. У Юрловой 96-й номер. 26-е место у Акимовой после второго огневого рубежа. Но тоже, кстати говоря, отнюдь не самая безнадежная позиция. Минута 0-4. Понятно, что по поди она все одно была бы все-таки за пределами первой десятки, но близехонькой. Тут уже, конечно, совсем другая возможность для атаки. Сейчас мы сделаем еще одну паузу, уважаемые друзья. Дальше продолжим. Старт Юрловой, финиш Акимовой. И на данный момент две российских спортсменки в десятке. Пачуфарова 5-е, Вероладин 10-е, что не может не радовать нас в преддверии завтрашней гонки-преследования. Мири Гёстер, пока Лойзе Кумер штурмует первый километр дистанции, допустила еще три промаха. И при гробовой тишине стадиона, увы, только и успевали немцы выдыхать, глядя на ужасающую стрельбу уже в очередной раз спортсменки из Германии. Лойзе Кумер. Итак, у нас, уважаемые друзья, под 96-м номером на дистанцию 45 секунд назад ушла Екатерина Юрлова. Ну а пока на финише Франциско Хильдебрант первая в нынешнем сезоне Франции. Трижды стояла на пьедестале и один раз была на первом месте. Феноменальная спортсменка. Причем интересно, что перед нынешним соревновательным сезоном на сборе в Италию она серьезно порезала руку. Этот порез три недели заживал, и отсюда были серьезные сложности в стрельбе. И причем любопытно, что вот по поводу Рика Гросс, ведь он очень долго и много работал с ней, она сказала, что очень жаль. Многие ставили крест, Франциско рассказывала, в том числе и тренеры, и руководство. Но только Гросс верил в спортсменку, и вот, пожалуйста, она уже в лидерах идет. Новаковска. Это интересно. Но, тем не менее, сейчас мы видим, что проигрыш уже становится достаточно большим. Кристина Ильченко. Физическая готовность спортсменки и в Тюмени, когда она у Бурьева, известного тренера, тренировалась, сомнений не вызывала. Но вот если научится стрелять, может очень серьезно в мировом биатлоне поработать. У Ильченко один промах, у Новаковской два промаха. Сейчас мы последим за Акимовой. Шесть километров она. Там идет минута двадцать три отставания. В начале четвертого десятка. Тридцать первый результат за километр до финиша. Но, кстати, у Акимовой еще были в нынешнем сезоне возможности пробраться и в гонку преследования, так я скажу. И однозначно она идет к своему лучшему результату, потому что до этого проба пера. Чем даже не единожды это делала Акимова, но все-таки не получалась эта самая проба. Перед финишем, перед финишем Акимова проходит минуту двадцать восемь. Тридцать первый результат. И тоже мы видим, что сегодня лучший показатель у Дарьи Вероланин в десятке сильнейший. Словенко пока молодая стреляет. Вероланин в нынешнюю гонку, в сегодняшнюю, уходила тридцать девятой. Ну, в общем, в зачете Кубка Мира, я имею в виду, с тридцать девятым результатом. Один раз только двадцатое место заняла Дарья, а дальше ничего не получалось. И вот десятка сильнейших. И завтра четыре рубежа. Четыре рубежа, и здесь под Чуфарова двадцать две секунды будет на старте проигрывать. Обращает на себя внимание добротный результат украинской команды. Петгрушная пока восьмая. Джима пока... Точнее, Петгрушная седьмая. Джима восьмая. Тридцать одна и тридцать пять секунд, соответственно, отставать. Наталья Бурдыга, уроженка города Осапермского края, выступающая уже довольно давно за украинскую сборную. Причем в нынешнем сезоне собиралась Бурдыга заканчивать. Но ее попросили выступить все-таки на украинском чемпионате в эстафете. Она так лихо свой этап прошла, что тренер сборной говорит, давай-ка возвращайся. И понятно, что всю необходимую предсезонную работу Бурдыга сделать не сумела. Вот Урушвеля Петс. Посмотрите, насколько здорово все-таки проходит сейчас Бурдыга. Пускай отстает, но тем не менее первый рубеж совсем-совсем неплох. А мы ждем старта. Ну, уже, точнее, старта дождались, когда по контрольным отсечкам Юрлова пройдет. Километр одиннадцать. Она пятьдесят шестая, но там плотно очень. Двенадцать секунд отставания. Посмотрим, что будет дальше на отрезке километр четыреста. Пятьдесят первая. Шестнадцать секунд отставания у Юрловой в последней группе. Но тоже тут Кумер. Кумер попадает. Но сейчас Луиза Кумер, естественно, в этой последней группе уже прилично разбитой. Все-таки лыжнее. Сейчас по-прежнему очень тепло на улице. И понятно, что каких-то серьезных изменений в погоде ждать не приходится. Но, тем не менее, будем смотреть, что дальше. Сорок первый результат. Невзирая на точную стрельбу, Луиза Кумер проигрывает тридцать с лишним секунд. Марты Улсбю. Еще одна норвежская спортсменка. Сегодня у мужчин. Триумф норвежцев. Победа младшего Бео. Второе место старшего Бео. Третье место Светсона. Дальше Фуркан, Кресагер и Эдер. Лучший из наших Шипулин двадцать восьмой с двумя минута двадцать четыре. Цветков тридцатый минута двадцать шесть. Неудачно стреляли. Ходом показывали тоже невыразительные секунды. Понятно, что никаких комментариев мы не дождались от спортсменов после финиша. Ребята были очень расстроены. Но, тем не менее, тренеры сказали о том, что да, мы сделали неправильную подводку к этому этапу. Во всяком случае, Каспирович говорил о том, что нужно было непременно провести необходимую скоростную работу, что сделано не было. Но, тем не менее, если осознают, что происходит через старты, опять-таки, даже не ощущение формы, а сама форма придет. Тут сомневаться не приходится. Тем более, что плотный и очень соревновательный график этого Руполинского этапа. Три гонки за три дня. Три гонки за три дня. Юрлова, внимание на ваших экранах, подходит к первому огневому рубежу. 19-секундное отставание и 45-й результат у Юрловой. Здесь же рядышком австрийская спортсменка Сюзанна Хоффман на изготовке. И вот Катя Юрлова, чемпионка мира. Молодец, Юрлова. Но мы помним, как достаточно уверенно она смотрелась. Сергей Коновалов на ваших экранах. Уверенно смотрелась и в рождественской гонке, где вместе с Гаранчевым, увы, они были по итогам четвертыми. Но первый-то масс-старт выиграли. И Юрлова, конечно, в этой самой кутерьме масс-старта не затерялась. 19-е пока. 16,3 секунды. Отставание Кати Юрловой. Посмотрим, что будет дальше. Пока на данный момент на финише. Подчуфарова 5-я, Вероланин 10-я, Шумилова 23-я, Акимова 30-я. Но в целом сегодня значительно лучше наши женщины выступили мужчин. Два человека в десятке, что обнадеживает перед завтрашним пассютом. Понятно, что итоги вот этой комбинации спринт-пассют подробные мы подведем в нашей программе. Биатлон с Дмитрием Губерниевым не пропустите в воскресенье, уважаемые друзья. А сегодня в гонке с раздельным стартом у лыжников на 10-километровке. Устюгов выступил совсем неплохо. Я полагаю, что вы смотрели трансляцию на нашем телеканале. Он стал четвертым. Крок 1-й, Сунбю 2-й, Монифика 3-й, Нортук только 15-й. В общем зачете Тур-де-Ски Сергей Устюгов идет на третьем месте. Понятно, что мы следим за выступлением лыжников и всяческих удач желаем нашей команде. Бурдыга 3-9. Давайте смотреть. Отставание близкое к минуте. Еще одна необходимая реклама. Оставайтесь с телеканалом Матч ТВ. Мы продолжаем, уважаемые друзья. Наш прямой репортаж из Руфольдинга, где четвертый этап Кубка Мира, перенесенный из Оберхофа, продолжается. И пока, полагаю, нам должны показать предварительную турнирную таблицу. Пока Хильдебрант первая. С нолем сегодня Габриэла Саукалова на второй позиции. Но все же это второе место позволит Габриэле остаться в желтой майке лидера. И завтра пасьют начать именно в этой милой сердцу форме. Ну а Франциско Хильдебрант вследствие сегодняшней победы здорово приблизится. И может быть даже превзойдет Дорен Абер. Двенадцатый результат у Дорен Абер только. По всей видимости Франция перейдет на второе место в общем зачете Кубка Мира. И это фантастика. Франциско Хильдебрант. Которая сегодня просто блестяще пробежала гонку. Сборная команда Германии в нынешнем сезоне. Очень рассчитывала пока Бурдыга попадает. Мы видим молодец. На Тину Бахман немцы рассчитывали. Но вот после операции на межпозвоночном диске пропускает целый сезон чемпионка мира. Но в недельная комплексная терапия. Продолжение следует... Поехали! 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 Субтитры сделал DimaTorzok В прямом эфире на телеканале Матч ТВ Екатерина Юрлова готовится стрелять во второй раз сегодня Эх! Продышалась Юрлова, задержала дыхание, но, увы, промазала И снова на задержке выстрел, но на сей раз точный Ну что ж, один промах вновь у Юрловой Конечно, можно было рассчитывать сегодня и на стопроцентный результат Она подходила 24-й, 36,8 отставания Но в целом сегодня мы видим, что российская команда со стрельбой, конечно же, справилась Пучуфарова 0, Вероланин 0 У Шумиловой промах, у Акимовой промах, один промах и у Юрловой Но не безнадежная ситуация Хотя, конечно, львиная доля соперников В том числе и первые номера Прекрасно смотрелись А Дальмайер, допустив сегодня один промах Просто фурией разъярённой Промчалась по дистанции Но призовое место всё-таки завоевать ей не суждено сегодня Дальмайер финишировала четвёртой Внимание, мы продолжаем наш репортаж Близится гонка к завершению Но обязательно мы цветочную церемонию покажем, уважаемые друзья Ибо Пучуфарова сегодня пятая Перед этим первый призовой подиум У Пучуфаровой третье место До этого была седьмая позиция ещё один раз И вот теперь пятая Уже стабильность, уже неплохо И, естественно, Пучуфарова, которая 16-й идёт в Кубке мира Значительно улучшит свои показатели В особенности на фоне неблестящих результатов Элиза Терезы Хаузера и Надежды Скордина Той же Ванессы Хинц Это Юрлова, Юрлова, которая допустила промах Откатилась на 36-ю позицию минута 14 Вот таким было отставание Юрловой После второго огневого рубежа Как же всё же хочется, чтобы наша чемпионка мира Продолжала бороться, в том числе и в таких гонках Под каждый шаг, под каждый Тут вовремя советы тренеров Здесь Ефимов, Каспирович Отставание, конечно, если ход анализировать Есть у российской сборной И те же самые 50 секунд от Дальмайер Много, разумеется Но там и остальные проиграли 17 Хильдебрант, 17 Саукалова Но Франций Хильдебрант Который выигрывает ходом у Кайсы И едва ли не в одни ноги С Дальмайер и в буквальном смысле Одинаковые скорости показывает И Секхов Даже выигрывает у норвежки С Саукаловой с той же Франциско Хильдебрант Ну кто бы мог подумать Просто фантастический человек И глядя на то, как получается у Франции Понимаешь, что у Юрлой Получилось неспроста В Конте-Олахте Год назад на мире Индивидуальную квоту В индивидуальной гонке Катя уже имеет Но, конечно, нужно показывать себя И в эстафете Где ошибок было предостаточно И где, конечно, нужно Уже начинать играть в надежность Куммер Куммер, которая сегодня Стреляла ноль Но, посмотрите, она кубковых баллов Не набирает И только-только попадает В пассиут Посмотрите, Умарен Хаммершмидт Открытие нынешнего сезона Только 46-й результат Причем Хаммершмидт Она в свое время Когда среди девушек На Чемпионате мира выступала Выигрывала награды Выигрывала медали Потом среди юниора Кубок АйБиЮ Ей покорялся Но как долго шла она К своим успехам Да, сейчас стабильности не хватает Но уже неоднократный призер Этапов Кубка мира И нужно, конечно, и Вероланин вспоминать Что он двукратный призер Понятно, что и великая семья Анфисы Резцовой Сестры Леонид Резцов, любимый папа Всем, ребята, вам большой привет Персональная Анфиса Анатольевна, разумеется Кумиру миллионов И все мы, разумеется Все мы ждем Когда Вероланин Направится от своих болячек Когда наладится вот этот Стрелково-гоночный процесс И покажет результат В любом случае Сегодня место в десятке Сегодня первый прорыв Такой новогодний Такой важный И вот Если учитывать результаты мужчин То сегодня Наша женская команда Рядышком с подиумом Два человека в десятке Это очень неплохо И остальные выглядят Не безнадежно Продолжает Продолжает бороться Юрлова Продолжает бороться Наша женская сборная Вот у лыжниц сейчас Мало что получается Понятно, что результаты Коррелируются Лыжи Точнее, биатлон Без лыж никуда И, конечно, не хочется Сетовать на отсутствие Такого великого поколения Сметалинска-Кулаковского И там дальше уже Вяльбе Егорова-Лазутина Та же Резцова Юрлова на финиш Бежит И с одним промахом Посмотрите Тоже далеко не будет Сегодня Катя Посмотрим Тут еще бежать И результаты Достаточно плотные Что насчет Тридцатки Сильнейших Тридцатку Как раз замыкает Сбиркелом Показывая Одинаковый результат На финише Юрлова Минута 27 Там же Акимова Минута 29 На 32 место Переходит Ну посмотрим Что будет завтра В пассюте А сегодня Итоги женской гонки В целом для нас Весьма и весьма Позитивные Весьма и весьма Подшуфарова Пятая Веролайнен Десятая Второй результат В данном случае Ну второй Если По ранжиру Выстраивать Показатели Подшуфаровой И лучший Лучший бег Хорошая стрельба Отличная даже Стрельба В нынешнем сезоне У Веролайнен Замкнула Она десятку Сильнейших Ну а дальше Шумилова 23 с одним Юрлова 30 Минута 27 Акимова 32 Плотно сегодня Расположилась Наша женская команда И эта плотность Не может Не радовать И в данном случае Если тренеры Продолжат делать То что они Считают нужным В чем уверены Я не сомневаюсь У нас будут Медали На чемпионате Мира В Норвегии Я в этом Не сомневаюсь Уважаемые друзья Еще одна реклама А дальше Мы готовимся К финишу Этой гонки И будем смотреть Церемонию Награждения Где в топ 6 На пятом месте Ольга Почуфарова А как говорится Расширенный подиум Или так называемые Биатлонные цветы Никто не отменял И сейчас Уважаемые друзья Мы продолжаем Наш прямой репортаж И В эфире Матч ТВ Сергей Коновалов Старший тренер Нашей женской Национальной сборной Денис Левко Наш специальный корреспондент Денис, тебе слово Да, Дима, спасибо Сергей Коновалов Рядом со мной Ну что, в целом Довольно Сегодняшним выступлением Хорошо вошли в 2016 год Я считаю, что да Сегодня для нас Гонка сложилась Более-менее удачно То есть К девочкам Никаких претензий Таких особых Никому нет Все работали Все старались Все молодцы Отдельно хотелось бы Чтобы прокомментировали Стрельбу Веролайн Почуфарова И девушки отработали на ноль В чем секрет этого успеха? Хорошая работа Проделана была В Новый год То есть У нас был достаточно Уверенный Хороший сбор Провели мы на поклюке То есть Все намеченные Работы И планы Мы все выполнили То есть Ну это как бы Я думаю, что это нормальный результат Сегодня Девчонки все старались Все молодцы Еще раз повторюсь Не было опасности Того, что трасса Будет сильно разбита После мужчин Тем более Есть такие Некоторые коварные Повороты Не, конечно Это ожидалось То есть Мы к этому были готовы И с девчонками На тренировках Все это проговорили То есть Они в принципе Для них это не было Неожиданностью Они к этому были готовы Ну и наверное В заключении Там уже успели Пообщаться с девушками Как у них настроение Состояние Перед завтрашней гонкой К сожалению Пока еще Никого после финиша Не видел Потому что Только вот Иду с рубежа Девочки сейчас Будут заминаться Закатываться Это уже Придя в акс кабину Конечно же Пообщаемся Но я думаю Что у всех Нормальное настроение Хорошие стартовые позиции На завтрашнюю гонку Спасибо Сергей Коновалов Общался с нами Дим Тебе слово Ну вот сейчас Спасибо огромное Сергею Коновалову Верим в штаб Женской национальной команды И вот посмотрите Тут у нас Арьергард Вот 60 лучших Ландова Китаянка Танк попала А теперь Посмотрим На тех Кто не попал В пасюк Я имею ввиду И посмотрите Тут Хильда Фене Варвинец Кстати говоря Кристина Ильченко 55 место заняла Попала Дунец Доуц Из сборной Австрии С нолем Но неудачно Вчерашняя юниорка И тут Если говорить Еще про спортсменок Которые Этюльер Соло Тоже юниорка Из Белоруссии Три промаха Мимо Зина Кочер Ну в общем Там без особых Каких-то сенсаций Кстати Сегодня Аманда Лайф Вот не бежала Кайса Маккарарин Третье место занимает И причем Обращаю внимание Что это Четвертый подиум Нынешнего сезона У Кайсы И третий подиум Подряд Габрила Саукалова Второе серебро Подряд Она была второй Как мы помним В масс-старте По клюке Но продолжит Занимать Первое место В общем зачете Раз Два Три Это третий подиум Кстати всего Так уж получается Нет Четвертый подиум Четвертый подиум В нынешнем сезоне У Габриэлы И Франциско Хильдебрант Которая ходом Великолепно Безукоризненно прошла И даже кайсу обыграла Франциско Хильдебрант Поднимается в четвертый Тоже раз На пьедестал В нынешнем сезоне И при этом Одерживает Свою вторую победу Айда Франции Вот это да Но воистину Терпение и труд Все перетрут Феноменальная спортсменка И не обладая Казалось бы Такими знаете Я бы сказал Навыками Суперзвезды Она не была Сверходаренной девушкой Но все-таки Посмотрите Хильдебрант Осталась Татали на третьем месте Но за счет Упорного Невероятно упорного Труда Получается у ней Почуфарова Тринадцатая Уже в кубке Как я и предполагал Шестнадцатой позиции На тринадцатое место Переходит Наша спортсменка Лидер российской сборной Неплохо Совсем Совсем Неплохо Но думается Все-таки Что это только Начало И понятно Что нужно Очень грамотно С учетом Североамериканских Этапов Подготовку Распланировать Для того Чтобы убедительно Выглядеть На чемпионате мира И ведь мы не будем Забывать Что и чемпионат Европы Этот открытый Европейский Турнир Куда могут Приехать еще И разумеется Североамериканцы Азиаты Это Тюмень Конец февраля Дальше Март Чемпионат мира И Ханты-Мансиск Финальный старт Борьбе За Кубок Планеты И Франциска Хильдебранд Посмотрите В красной Лидерской Форме Спринтерского Зачета Она появится В следующей Гонке Вот такие Впечатляющие Результаты Показывает Именно в Спринтерских Соревнованиях Франциска Хильдебранд В нынешнем Сезоне Подчуфарова Пятая Виролайнин Десятая Хильдебранд Саукалова Каранин Первая тройка Дальмайер Подчуфарова Вирер Питгрушная Джима Внимание Две украинки Виткова Виролайнин Дальше Данкли Дорен Абер Только сегодня Двенадцатый Но стреляла Явно хуже Своих оппонентов Дорен Абер Два промаха У Тирелеков Вообще Стрельба сегодня Аховая Три промаха Еще если говорить Про неудачницу Валентина Семиренко Три промаха У Люси Хорватовой Четыре У Ольги Абрамовой Украинской спортсменки Три промаха Четыре У Гёснер Три промаха У Марн Хаммершмидт У Итки Ландовой Два плюс один Тоже три промаха Четыре промаха У Хильде Фенне Так что сегодня Целый ряд Весьма крепких спортсменок Четыре раза промахнулись И вот Кристина Ильченко Тоже промазала Один плюс три Четыре раза И снова у Кристины Очень талантливой Теперь уже белорусской Биатлонистки По-прежнему Не самая блестящая Не самая удачная Стрельба Итак Уважаемые друзья Мы видим Что талисманы Выстроились И здесь же В национальных одеждах Еще и те Кто будут помогать Вручать награды Спортсменкам А мы ждем Начало Церемонии Награждения Здесь в Рупольдинге Куда из Аберхофа Был перенесен По причине Плохой погоды И отсутствия снега Четвертый этап Кубка мира Очень плотная программа Этого Рупольдинского старта Завтра Два пасюта Это гонки Преследования И два Общих старта Нас ждут Соответственно В воскресенье И в воскресенье же Не пропустите Очередной Оригинальный выпуск Программы Биатлон с Дмитрием Губерниевым Из Рупольдинга Ну по-прежнему На трибунах Весьма много зрителей Но тем не менее Мы отмечаем Что настоящий Зрительский интерес Уже проснется Во-первых В выходные Естественно Суббота и воскресенье Контактные гонки Ну и разумеется На следующей неделе Пока смотрю В окно Комментаторской кабины Вижу Как спортсменки Не попавшие Сегодня На высокие ступеньки Пьедестала Проводят заминку Хочется пожелать Удачи Нашим парням Конечно же После Явно Проигрышной гонки Прийти в себя Побороться завтра И подготовиться К масс-старту И вот они Сильнейшие дамы Этого спринта Да Франциско Хильдебранд Не все Леди Делают это С точки зрения Попадания На подиум Разумеется Уважаемые друзья Хороший итог Порадуемся За наших Подруг Соперниц Я бы сказал Так И конечно же Восхитимся Под Чуфаровой В хорошей компании Посмотрите-ка В хорошей компании Сегодня Ольга И так Победительница Сегодняшних соревнований Вторая победа В нынешнем сезоне В карьере У чемпионки мира В эстафете Франциске Хильдебранд Молодец Франции Феноменальная девушка Я ей очень симпатизирую Не скрываю Этой симпатии Молодец Она очень такой Знаете Светлый человек Вот бывают Светлые Замечательные люди Габриэла Сукалова Кстати такая Может подъехать На тренировки Поздороваться на русском Спросить Как дела Улыбнуться Поехать дальше Это приятно Габриэла Сукалова Сегодня вторая И по-прежнему Она будет лидером Кубка мира Но красную маечку Королева спринта Отобрала Франции И третье место В борьбе Выиграв пять десятых У Лауры Дальмайер Который единственный В этой шестерке С промахом У Кайса Макаранин Кайса никак не может Выиграть в Рупольдинге Но на пьедестал Все же поднимается Сегодня бронзовая награда Она продолжает Быть в гуще событий Но конкуренция Конечно у дам В отсутствии Домрачевой Очень хорошая Крепкая Лаура Дальмайер Четвертое место Четвертое место У Лауры Дальмайер Которая оправившись После своей Серьезной болезни Вирусной Дважды выиграла Была один раз Второй Ольга Почуфарова После третьего места В Поклюке Сегодня Почуфарова Занимает Пятое место И Доротея Вира Шестая Итак уважаемые друзья Сегодня в целом Выступление Российской сборной Внушает нам Оптимизм Завтра Мы будем в Пасюте Несомненно Бороться За призовую позицию Продолжаем Верить в команду И кстати Апропон Сегодня Крайне неудачные Результаты Показала Сборная Швеции Линн Берсон 36 Остальные Еще хуже Итак Поздравляем Почуфарова С попаданием В цветы Поздравляем Но правда Сдержано Конечно Потому что Главная работа Еще впереди Дарья Вироланин С десятой Позиции Не будем отчаиваться Что касается Остальных Шумилова 23 Минута 21 Юрлова 30 Тоже с 1 Минута 27 Акимова Минута 29 32 Отставания Хоть и большие Но не безнадежные А Почуфарова С такими показателями Безусловно Обязана Над головой Счастливо До свидания Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok